Здравствуйте! С вами программа «Время Икса». Меня зовут Ксения Вишневская. Сегодня отмечают профессиональный праздник учителя, преподавателей и работники сферы образования. И поздравить нам в этот день пришел директор Департамента образования города Севастополя Игорь Белозеров. Игорь Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Прежде всего, от нашего канала мы хотели поздравить вас, всех педагогов, всех учителей с этим прекрасным праздником. Скажите, пожалуйста, как вы их отвечаете? Ну, вижу, уже в нашей студии. Мы их отвечаем, да, в вашей студии в том числе и на работе. Хорошо, у вас есть буквально минутка, чтобы от вашего лица поздравить всех педагогов и учителей. Да, уважаемые педагоги, действительно, праздник День Учителя является всенародным. Я думаю, он по популярности не уступает Новому году, так как все поколения всех людей во все времена и во всех государствах проходят или связаны со школой, с детским садом, с профессиональной образовательной организацией. Поэтому, действительно, праздник касается всех. Дорогие педагоги, я хочу выразить вам слова признательности и благодарности за ваш замечательный труд, за ваши успехи, за ваше отношение к своему любимому делу. Ну и пожелать хочется, безусловно, здоровья и терпения, любви и вдохновения. Пусть удача всегда сопутствует вам в ваших профессиональных намерениях, а успех всегда будет крепкой основой для ваших новых профессиональных побед. Спасибо вам большое. Игорь Николаевич, ну так как у нас эфир будет посвящен все-таки больше праздничной ноте, но хотелось бы и узнать в целом, как обстоят дела в городе Севастополис. Есть у нас такая потребность, нехватка кадров. Вообще стоит ли вопрос в этом сейчас, на данный момент? Вопрос для системы образования города Севастополя по-прежнему актуальный. На начало года у нас было в пределах 500 вакансий, которых не хватало по всем типам образовательных организаций, начиная от воспитателей до преподавателей среднепрофессиональных учебных заведений. То, что касается ситуации на начало нового учебного года, она стабилизировалась. На сегодня у нас официально поданных вакансий 124. Это воспитатели, учителя математики, физики, русского языка, иностранного языка, физической культуры, которые являются самыми востребованными на сегодняшний день. Ну а дефицит, понятно, мы закрываем за счет внутреннего совмещения, то есть увеличения нагрузки педагогической работающим преподавателям. И, соответственно, второй у нас канал – это привлечение работников педагогического труда по совместительству. Поэтому на сегодняшний день в очень незначительном количестве образовательных организаций остро стоит вопрос по педагогическим кадрам. Мы стараемся за счет этих двух направлений деятельности закрывать весь дефицит. Игорь Николаевич, а действующие педагоги и преподаватели, как обстоят дела с повышением квалификации? Может быть, какие-то вот именно в нашем городе есть какие-то дополнительные курсы образования и так далее? Как вы здесь, в этом направлении, можно прокомментировать? Ну, это вопрос очень важный для нашей профессиональной деятельности, потому что в настоящее время учиться в течение жизни и формировать активные свои жизненные позиции по поводу совершенствования своих профессиональных компетенций – это является необходимой потребностью. Поэтому вопросом повышения квалификации, профессиональной переподготовки мы уделяем очень серьезное внимание. И эта работа многоаспектная, касающаяся разных форм обучения, разных источников финансирования для решения этой проблемы. и связанная непосредственно с приоритетными направлениями деятельности, которые на сегодняшний день выстраиваются в системе образования. Ну, например, то, что касается федеральных государственных образовательных стандартов, мы понимаем, что в связи с изменением образовательной парадигмы любой учитель не может со стороны прийти и просто встать у доски и преподавать предмет. Системно-деятельностный подход, проектная деятельность, которая сегодня ставится во главу угла педагогической деятельности, заставляют повышать квалификацию абсолютно всех категорий педагогических работников, которые связаны с современными стандартами. На сегодняшний день программа «Минимум» решена. Все педагогические работники – это дошкольные организации, организации специального образования для детей с особыми образовательными потребностями, специалисты начального и основного общего образования, которые в штатном режиме перешли на реализацию новых федеральных государственных образовательных стандартов, необходимый минимум по этому направлению получили. Но мы прекрасно понимаем, что знания имеют свойство устаревать, поэтому на сегодняшний момент недостаточно только общегосударственной нормы обучения и прохождения повышения квалификации один раз в три года в обязательном порядке. Мы понимаем, что в этом плане нужно активничать и создавать новые условия для профессионального совершенствования, для тех педагогов, которые занимаются с нашими дошкольниками и школьниками. И преподавателями, которые работают в техникумах и колледжах. И в связи с этим мы приглашаем достаточно большое количество лекторов из Москвы и Санкт-Петербурга. Мы активно сотрудничаем с разными регионами по актуальным вопросам развития образования. И проводим семинары, курсы и видеоконференции, связанные с отдельными направлениями работы педагогов. И при этом не забываем, что педагог должен еще заниматься и самосовершенствованием, исходя из тех реальных потребностей, которые нужны ему по его индивидуальной траектории развития. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, как поддерживается все-таки престиж этой профессии в нашем городе Севастополе? Насколько все-таки сейчас, на сегодняшний день, можно сказать, что престижно быть педагогом? Ну, престижно я понимаю только в сочетании со словом призвание. Потому что на сегодняшний день говорить о том, что у нас педагогическая профессия стала престижной, наверное, не приходится. Это связано и с условиями работы, и с оплатой труда, и с характером труда. Потому что мы имеем в качестве предмета своей деятельности живых людей, за которых мы отвечаем, потому что от результатов нашей работы зависит и формирование будущего нашего общества, государства, и формирование личности каждого отдельного человека. Поэтому меры ответственности здесь и индивидуальные, и коллективные. Ну, а то, что касается все-таки не престижа, а призывания, мне кажется, что человек, если принял решение заняться преподавательской деятельностью, он уже сделал огромное усилие над собой для того, чтобы остаться в этой профессии. И вот тот, кто остается, действительно показывает замечательные результаты. Но мы со своей стороны, безусловно, за счет стимулирующих выплат, за счет дополнительных знаков внимания, которые касаются признания общественности, признания органов государственной власти, органов законодательной власти в рамках профессиональных успехов педагогических работников, естественно, вручать грамоты, благодарности, присваивать звания. И совершенно недавно, у нас 3-го числа, прошло такое республиканское торжественное собрание, посвященное Дню Учителя в городе Севастополе, где впервые в истории города Севастополя губернатор вручил удостоверение, присваивающего звание лучший педагогический работник города Севастополя. И были вручены еще много других наград и поощрений для педагогов, которые достигли особых успехов в профессиональной деятельности. Это очень значимо. Игорь Николаевич, как раз-таки вот по поводу престижа, по поводу значимости вы сможете ответить на этот вопрос. Как в целом обстоит уровень образования, который мы даем сейчас, по городу Севастополю? Вот ваша личная оценка, хотелось бы ее узнать. Отталкиваясь от педагогического потенциала города Севастополя, который имеется в наших образовательных организациях, я могу сказать, что он достаточно высокий. Но на сегодняшний момент действительно перед нашим профессиональным сообществом и перед системой образования в целом, очень серьезным образом стоит вопрос и успешности обучения, и качества предоставляемых образовательных услуг. И в этой связи, конечно, мы в первую очередь будем обращать внимание именно на условия создания благоприятных, современных, отвечающих благоприятным современным требованиям при организации образовательного процесса и, естественно, повышения квалификации преподавателям. Мы пока не можем похвастаться своими успехами в всероссийских проверочных работах, в национальных исследованиях качества образования. Нам хотелось бы иметь более высокие результаты по итогам государственной итоговой аттестации ЕГЭ в 11-х классах и в 9-х классах. Но сегодня мы понимаем, что определенного рода сложности и трудности в этих вопросах есть, и мы в течение этого года именно на эти, в первую очередь, проблемные участки развития нашей системы образования будем обращать внимание. С этой целью мы предполагаем провести диагностические исследования нынешних обучающихся 9-х и 11-х классов для того, чтобы понять уровень их знаний и уровень сформированности общевычебных и общенаучных умений и навыков и, соответственно, посмотреть, о каких пробелах в знаниях идет речь. И вторая составляющая, о которой я говорил, соответственно, провести курс повышения квалификации в развитии тех тематик повышения профессионального мастерства, о которых я говорил выше, для преподавателей, работающих в выпускных классах, с тем, чтобы мы оптимизировали наши условия на успех ребят в прохождении государственной итоговой аттестации. Ирина Николаевич, скажите, пожалуйста, такой вот еще вопрос очень важный. А как обстоят у нас дела в сфере образования для детей с особенностями развития? Как мы на пути к чему и как у нас сейчас это все происходит? Вопрос тоже очень серьезный, потому что он касается общедоступности и качества получения образования для всех категорий детей, независимо от того, какое у них состояние здоровья. После принятия Российской Федерации конвенции по правам инвалидов мы сейчас вышли к установке, которая говорит о том, что нет необучаемых ребят и каждый из них должен проходить обучение. Понятно, что для кого-то из них в зависимости от степени сложности диагноза и состояния здоровья мы можем больше говорить о социализации воспитания, чем об обучении. Ну а тех ребятах, которые имеют сохранный интеллект, которые могут работать с использованием IT-технологий в дистантном режиме, мы должны создавать условия для того, чтобы они тоже были успешны в процессе обучения. И в этой связи мы приняли в правительстве модель специального образования в городе Севастополе, в соответствии с которым будут создаваться условия и для обучения таких детей в семье, в том числе с использованием дистантных технологий, обучение в специальных образовательных организациях, и то, что касается ребят с нарушенным интеллектом, ребят с задержкой психического развития. Будем создавать четыре ресурсных центра, один из которых уже на базе 14-й школы у нас открылся для глухих и слабослышащих детей, для того, чтобы они стали у нас реперными точками именно в научно-методическом и консультативном обеспечении процесса обучения данной категории детей и родителей, независимо от того, в каком месте они обучаются, могли получать здесь также в достаточном мере информацию и консультации. И третий наш путь – это формирование доступной образовательной среды для ребят разных нозологий и создание условий для развития инклюзивного образования в массовой школе, в дошкольных организациях или в учреждениях профессионального образования. Спасибо вам огромное за развернутые ответы. Игорь Николаевич, короткий вопрос с коротким ответом. Вступили в учебный год. Много, понятно, есть недоработок, проблем и так далее. Какая основная сейчас задача стоит и ставится перед вами? Сегодня основная задача, которую мы решаем, это подготовка системы образования города государственной итоговой аттестации. Потому что в этом году все преференции в отношении нашей системы образования в связи с переходным периодом и вступлением города Севастополя и Крыма в целом в Российскую Федерацию у нас закончили свои действия. И мы начинаем развиваться точно так же, как все другие регионы Российской Федерации. Поэтому и спрос у нас будет точно такой же. Поэтому при переходе в штатный режим проведения государственной итоговой аттестации мы впервые в этих условиях 9-11 классы будем организовывать и проводить эти процедуры. Поэтому, конечно, здесь очень высокая доля ответственности, которая падает на всех участников процесса, для того, чтобы нам организовать, подготовить грамотно и создать благоприятные условия для выпуска ребят из наших образовательных организаций. Игорь Николаевич, спасибо вам огромное, что вы в этот праздничный день пришли, поздравили всех. Успехов вам, самое главное. Поздравляем еще раз. Спасибо большое. А я напоминаю, что у нас сегодня в студии был директор департамента образования города Севастополя Игорь Белозеров. Я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин